Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, что такое основы предпринимательства. Программа обучения сегодняшнего будет включать в себя следующие темы. Что такое предпринимательство и бизнес? Каковы навыки современного предпринимателя и стартапера? Что такое бизнес-план и для чего он нужен? Ключевые разделы бизнес-плана. Мы поговорим о стратегии развития бизнеса. Как управлять вашим бизнес-проектом. Поговорим вкратце об эффективном маркетинге, операционном менеджменте. Ну и, пожалуй, самый важный блок мы затронем – это управление финансами. Итак, что такое предпринимательство и бизнес? Бизнес – это предпринимательская деятельность, направленная в первую очередь на получение прибыли. Какие существуют организационные этапы развития бизнеса? Их принципиально три. Первый этап – это семья. Второй этап – это жесткая система. Третий этап – это живой организм. Каждый бизнесмен, начиная свое дело, должен понимать и осознавать, что прохождение этих трех этапов неизбежно. При первом этапе – семья, возникает кризис лидерства. Дело в том, что предприниматель очень большой объем работы берет на себя, делает работу сам. Соответственно, через какое-то время с увеличением работы он начинает не успевать. Это вызывает определенное недовольство персонала. Выход здесь может быть только один – это переход к организационной структуре. То есть впервые появляется надобность в управлении, в менеджменте. И тогда компания переходит ко второму этапу – жесткая система. Жесткая система также предполагает влияние первого руководителя компании, но в то же время и появляются руководители подразделений. Здесь возникает кризис, связанный с тем, что подразделения стремятся к административно-хозяйственной самостоятельности. И тогда как выход впервые звучит такой термин, как необходимость бюджетирования, бюджета. По мере роста компании, увеличения штата, увеличения количества клиентов, филиалов, компания превращается в живой организм. И тогда роль корпоративной культуры выходит на первый план. Поэтому в данном этапе, когда крупные компании, HR-директора делают все, чтобы обеспечить внешний и внутренний HR-брендинг. Помимо этого, необходимо учитывать, что в компании существуют закономерные кризисы. Первый кризис – это кризис второго-третьего года. Он выражается в нехватке оборотных средств. То есть компания начинает свою активную деятельность, увеличивается количество клиентов, как следствие, необходимо увеличение штата, персонала. И, соответственно, начинает не хватать оборотки. И многие компании с этим, к сожалению, не справляются. И уже закрываются на второй-третий год своего существования. Если компании удается справиться с этим кризисом, то через какое-то время возникает кризис эффективного управления, некачественного менеджмента. Это кризис шестого-восьмого года. И, соответственно, к сожалению, десятилетний юбилей из 100 открывшихся компаний празднуют не более пяти. Это необходимо учитывать, запуская свой бизнес и рассчитывая какие-то свои финансовые и ресурсные возможности. Но, так или иначе, любой предприниматель имеет какие-то причины открытия своего бизнеса. Так вот, их несколько. Первое – это реализация своих возможностей и талантов. Еще одна причина может быть. Ну, надоело потакать дураку начальнику, если говорить шутя. Помимо этого, иногда советуют друзья и сослуживцы. Открой свой бизнес, у тебя же хорошо получается работать. Осенила гениальная бизнес-идея – тоже может быть причиной открытия бизнеса. Пожалуй, на сегодняшний день наиболее частая причина – это потеряли работу. Стремление к независимости. Свободный график работы тоже является причиной. Ну и, конечно же, достижение материального благосостояния. Возможность получить стабильную и доходную работу. Вот это причины, основные причины, которые вызывают желание у людей открывать свои компании. Открыв компанию, конечно же, в первую очередь начинающие предприниматели думают о том, как ее назвать. И вот здесь я хочу дать несколько советов. Перед тем, как сформулировать название своей компании, подумайте о своих будущих клиентах. Кто они? Какой продукт они у вас будут покупать? В современном мире использование собственного имени все-таки к такому подходу надо относиться очень осторожно. Старайтесь все-таки не использовать свое имя в названии компании. Будьте осторожнее с аббревиатурой в названии. С иностранными словами тоже не стоит злоупотреблять. Помимо этого, давая свое название компании, осознайте связь между названием и деятельностью, для того, чтобы клиенту было легче понять, кто вы, чем занимаетесь. Также надо быть осторожнее со сложно сокращенными названиями. Это вызывает непонимание зачастую у клиента. Немаловажную деталь собственного бизнеса является логотип. Вообще, логотип по способу восприятия может делиться следующим образом. Это изображение каких-то географических символов, животных, сферы деятельности или же какие-то неопределенные знаки. Помимо этого, логотипы делятся еще по внешнему виду. Например, логотипом может быть только текст или только знак, а еще может быть текст и знак одновременно. Логотип является очень важной составляющей узнаваемости бренда. Помимо этого, большую роль играет слоган вашей компании. Для того, чтобы сформулировать слоган, надо в первую очередь определиться, чего хотите добиться с помощью этого слогана. Слоган должен перекликаться с названием вашей компании. И вообще, придерживайтесь правила. Чем проще слоган, тем он лучше. Немаловажную роль играет такой аспект, как слоган должен говорить на языке клиента. Есть варианты еще подходы к формулировке слоганов эпатажные, которые ломают стереотипы. Очень важным еще может быть правилом при формулировке логотипа использовать фразы, которые на слуху у многих. Известные фразы, либо сленговые. Хочу дать совет. Не придумывайте велосипед. Посмотрите, как формулируют слоги, слоганы компании, уже зарекомендовавшей себя на рынке. Ну и, пожалуй, самое важное заблуждение такое. Многие думают, что великие слогины только для великих брендов. Не забывайте, что великие компании когда-то тоже были начинающими стартапами. Еще одна очень важная составляющая успешного запуска своего стартапа – это брендбук. Документ, содержащий рекомендации по поддержанию корпоративного стиля компании. Как разрабатывается брендбук? Что в него входит? В первую очередь, это миссия. Также определяется корпоративный стиль и стилеобразующие составляющие. Зачастую предприниматели допускают одни и те же типовые ошибки. Давайте их рассмотрим. Итак, ошибки начинающих предпринимателей номер один. Один основатель бизнеса. Принято считать, что с партнером бизнес открывать очень сложно. Но, друзья, хочу вам сказать, в одиночку бизнес вести еще сложнее. Поэтому, если у вас есть возможность, найдите партнера, а еще лучше двух. И вместе вам будет легче запускать бизнес и развивать его. Еще одна ошибка – это разногласия между основателями. И здесь, когда вы будете искать партнера или хотите открывать бизнес с партнером, для себя определитесь, каких целей вы придерживаетесь, каких целей вы хотите достичь, вы и ваш партнер. И очень важным условием является, чтобы эти цели совпадали. Если цели не совпадают, то риски успешного бизнеса во много раз возрастают. Еще один очень важный аспект, который влияет на успех бизнеса – это плохое управление инвесторами. Что это означает? Когда вы неправильно выстраиваете переговоры с инвесторами по поводу финансирования вашего проекта. Как ни странно, зачастую начинающие предприниматели допускают такую ошибку, а именно не вовремя запускают свой проект. Ну, например, не учитывают сезон или не учитывают возможности производства. Как ни странно, очень многие думают, что, открыв свой бизнес, у них появляется свободное время, о том, что им станет легче работать. На самом деле это не так. Как минимум три года вам придется работать без выходных и проходных. Отсутствие опыта, особенно опыта в планировании финансовом, приводит к тому, что расходы намного больше, чем предполагалось вначале. Поэтому очень важным аспектом при запуске бизнеса является расчет бюджетов. Также расчет бюджетов, неверный расчет бюджетов приводит к тому, что появляется недостаток финансирования бизнес-проектов, и проекты закрываются еще на старте. Маркетинговые исследования зачастую не проводятся. Соответственно, нет реальной оценки потребностей рынка в вашем продукте или услуге. Начинайте свой бизнес, изучите рынок, изучите возможности ваших покупателей. И еще очень такая немаловажная ошибка, которая губит очень многие бизнесы. Когда предприниматель вкладывает в свое дело все свои сбережения сразу. Это очень рискованно и может привести к краху проекта. Второй блок ошибок, который допускают начинающие предприниматели, запускающие свой бизнес. По большому счету, не осознают, для чего начинают свой бизнес, что двигает открытием бизнеса. Спешат с выбором направления деятельности. Не спешите, проведите анализ, проведите расчет. Начинают бизнес в сфере с высоким риском, там где очень высокая степень конкуренции. Как ни странно, иногда некоторые предприниматели начинают свой бизнес там, в той сфере, которая им неинтересна. Ну, бизнесом нужно гореть, тогда будет результат. Еще одна очень распространенная ошибка, когда вы запускаете свой бизнес в сфере, в которой вы сами не разбираетесь. Имейте в виду, риски возрастают многократно. Лучше начинать бизнес там, в той сфере, где вы компетентны. Самоуверенность, излишняя самоуверенность. Вот еще одна большая ошибка начинающих предпринимателей. Для разработки проекта можно выделить время, когда вы где-то уже работаете. Уходить с основной работы для запуска своего бизнес-проекта, а на этапе проектирования, это тоже большая ошибка. Ну и очень важный аспект игнорирует минусы своей компании. Излишний оптимизм, это тоже возрастание рисков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова